Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Зареченская ярмарка И теперь об этих и других новостях подробнее. Заречный готовится к ярмарке. В следующую субботу товаропроизводители Пензы, области и Заречного развернут свои торговые ряды на одной из улиц нашего города. Подготовку к сезону уличной торговли начали заблаговременно. Где, когда состоится ярмарка и что на ней можно будет купить, узнала Светлана Демина. В Заречном стартует сезон уличной торговли. В следующую субботу состоится первая ярмарка выходного дня. В ассортименте товаров мясо, овощи, копчености, крупы, кондитерские изделия, предметы домашнего обихода и многое другое. У нас в этом году рекордное количество участников. Это порядка 250 приезжих предпринимателей и глав крестьянско-фермерских личных пособных хозяйств. И порядка 100 предпринимателей из Заречного. То есть, никогда такого количества не было. Ярмарка в Заречном всегда пользуется популярностью. Торговые ряды посещают сотни горожан. Это удобно, говорят зареченцы. Все самое необходимое в одном месте и по доступным ценам. Отлично. Все дешево. Ну так, по нашим деньгам нормально. Все хорошо. За овощными продуктами, картошкой, луком, капуста. Ну и так, еще кое-что по мелочи. В магазине сразу столько не возьмешь, сколько мне надо. А на ярмарке доступны большие развесы. А так в магазин надо сколько раз сходить. Здесь и прогуляешься утром, здесь и общаешься с друзьями, там с кем знакомы. Мы пенсионеры не так часто видимся, а там смотришь, кого-то встретишь, с кем поговоришь. На ярмарке будут работать волонтеры. Они будут помогать пожилым людям доставлять тяжелые сумки с покупками до дома. Торговые ряды по традиции разместятся на улице строителей. Чтобы вместить всех предпринимателей, которые заявились на участие в первой ярмарке, будет перекрыто движение транспорта от перекрестка с улицы Ленина до проспекта Мира. Соответственно, на один день изменятся маршруты некоторых автобусов. Личному автотранспорту въезд на улицу строителей тоже будет запрещен. Люди заезжают с 6 часов утра, предприниматели. Поэтому просьба за день заранее освободить проезжую часть для размещения предпринимателей в избежание неприятных ситуаций, потому что будет очень сложно ее оттуда забрать. И автомобили, стоящие на проезжей части, очень мешают при размещении. Их могут так или иначе повредить. И нам очень сложно это контролировать. Первая сезонная ярмарка состоится 18 октября. Торговые ряды начнут работать в 8 часов утра. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» растет число новорожденных. Об этом говорит статистика. В отделе ЗАГС администрации «Заречного» подвели итоги рождаемости за 9 месяцев текущего года. По данным специалистов, в 2014-м в «Заречном» зарегистрировано на 56 новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года. И в октябре тенденция к увеличению рождаемости продолжает наблюдаться. Только за первую неделю октября в «Заречном» родилось 36 детей. Сотрудники отдела записи актов гражданского состояния отмечают, что показатели рождаемости растут с каждым годом в течение последних 5 лет. Но 2014-й бьет все предыдущие рекорды. Хотя подводить окончательные итоги еще рано. За текущий период, скажем, 9 месяцев 2014 года, у нас в отделе ЗАГС, город Заречного, зарегистрировано 550 рождений. Это 285 мальчиков и 265 девочек. Самые популярные имена для мальчиков в нашем городе – это Артем, Матвей, Кирилл. Для девочек – Ярослава, Виктория. И еще интересные имена редкие. Некие редкие имена. Есть Енина. И вот недавно только дали такое имя девочке, как Элифа. В октябре во Дворце культуры «Современник» начнут работать три клубных объединения. Первая встреча состоится 10 октября. Главная цель организаторов – подсказать молодым зареченцам, как построить крепкую и счастливую семью и вырастить успешных детей. В плане работы клубов – различные тренинги, игры и обсуждения. Встречи будут проходить каждую пятницу. У нас проект включает три программы. Первая программа называется «Молодозельная». Это для подростков, которые в будущем создают семью. Вторая программа у нас называется «Дочки-матери». Это программа для матерей, которые воспитывают несовершеннолетних детей, чтобы у нас женщины создавали замечательную счастливую семью и умели ее создать. Третья программа у нас называется «Любовь на всю жизнь». Это для молодых семей, которые в браке до пяти лет. Мы приглашаем завтра к 18 часам всех желающих на организационное занятие. Сегодня Всемирный день зрения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В Заречном организована и эффективно действует целая система по возвращению нормального зрения людям. Работа по коррекции и лечению начинается с детского сада и затем продолжается в школах. В 226-й создан специальный кабинет для восстановления и тренировок зрения. А начинается все в 15-м детском садике. Прыгаем в другую галактику, через носовую часть. Совмещаем, совмещаем решетки. Молодец. Ребята из 15-го детского сада путешествуют по галактикам, собирают жемчужины, соревнуются в меткости в тире и улучшают свое зрение. В этом году в дошкольном учреждении появились специальные компьютерные программы для коррекции зрительных дефектов. Детям такие тренировки очень нравятся. В конце лечения там начисляется ребенку баллы. И вот, например, он сегодня говорит, о, сегодня я 65 баллов набрал, завтра же там, например, 70. То есть есть стимул у ребенка. В специально оборудованный кабинет дети каждый день приходят на процедуры, которые им назначает врач. Но тренировка и коррекция зрения ведется не только в медкабинете. В группах с детьми работают воспитатели. Развить пространственное зрение помогает сетка. Дети создают целые картины, прикрепляя на нее листочки, цветы, облака и параллельно работают над мелкой моторикой. Каждый месяц малышей осматривает врач. Результат очень хороший, положительный. То есть до 70-80% идет положительный результат. Да, выпускается в основном до единицы восстанавливаемого зрения. Во время школьного обучения нагрузка на зрение резко возрастает. Чтобы не допустить его ухудшения, в 226-й школе оборудовали специальный кабинет охраны зрения. Сюда ребята приходят после уроков. Работают на уникальном приборе «Визотроник» – единственном в городе. Его основное действие основано на смене линз. То есть то на дальнозоркость настроенных, то на близорукость. Тут же световые импульсы он подает. В общем, это все благоприятно влияет на глазную мышцу. Она тренируется. Противопоказаний к использованию «Визотроника» нет. Он подходит абсолютно всем. Его можно настроить под любого пациента. Регулируются все параметры вплоть до расстояния между глазами. А еще «Визотроник» очень прост в обращении. Все задается сюда. Потом только нажимается кнопка, и он делает все сам. То есть без моего вмешательства. Тренировки приносят свои плоды. У большинства детей зрение улучшается. Ксения Тризна, Владимир Полищук, Игорь Вайдаков. Телерадио компания «Заречный». С 1 октября 2014 года в медицинских организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования Пензенской области, пациентам выдают справки о стоимости полученных медицинских услуг. Цель на введение информирования граждан о том, сколько было затрачено государственных средств на лечение. Порядок информирования застрахованных граждан о стоимости оказанных им медицинских услуг утвержден приказом Министерства здравоохранения Пензенской области. Справка не является квитанцией или счетом. Медицинская помощь по-прежнему остается бесплатной. Документы выдаются исключительно для информирования пациентов. Мы начали дать стационарь на поликлиническом этапе по крайней приоритетной сложности. На прошлой неделе проводилось совещание в Минздраве. И, в общем-то, было сказано о том, что стационарь с 1 октября обязательно, а в поликлинике с 1 января. Но мы потихоньку, думаю, не будем ждать 1 января, тоже будем внедрять эту систему. Подробнее о новшестве с выдачей справок о стоимости медицинских услуг мы сегодня поговорим с начальником медико-санитарной части номер 59 Андреем Капустиным. Сразу после рекламы. А пока к другим новостям. Теперь о спорте. В специализированной детской юношеской спортивной школе Олимпийского резерва прошло легкоатлетическое троеборье «Золотая осень-2014». В традиционных соревнованиях, которые в нашем городе проводятся на протяжении 30 лет, приняли участие воспитанники секции легкой атлетики 2001 года рождения и младше. В программу троеборье вошли прыжки в длину, спринтерский бег, а также бег на среднюю дистанцию 600 метров. Как отметили организаторы, подобные соревнования вызывают большой интерес среди воспитанников секции легкой атлетики, так как это хорошая возможность посоревноваться среди своих сверстников в быстроте и ловкости. Мы проводим издачу контрольных нормативов. То есть позволяет вы, как бы, ресурсы, да, выявить, значит, детей, заинтересовать их немножко, да, очно встретиться в борьбе. Почему? Потому что только тренировочная, значит, работа, она немножко надоедливая. И здесь вот мы оживляем как раз вот этими эмоциональными соревнованиями. А в Москве завершился четвертый этап Кубка мира по плаванию. В одних из самых престижных соревнованиях приняли участие 25 стран мира. Наиболее представительными были команды России, Китая и Украины. В составе российской сборной выступали воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Роман Ларин и Александр Харланов. За реченскими пловцами встретился Сергей Пруцкий. На четвертом этапе Кубка мира по плаванию выступали два зареченских спортсмена. В составе сборной России в состязаниях участвовали мастера спорта по плаванию Роман Ларин и Александр Харланов. Наши пловцы соревновались с олимпийскими чемпионами. Зареченец Александр Харланов плыл на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 200 метров бутерфляем. Было очень много соперников. Олимпийский чемпион Чат Липо, который я считаю лучший спортсмен вообще сейчас в мире. И кроме него было очень много ребят, которые достойны. Поэтому я девятый. Товарищ Александр по команде Роман Ларин тоже успешно выступил на соревнованиях в Москве. Зареченский спортсмен вошел в шестерку лучших пловцов мира. Я плыл весь в спину, занял шестое место. Соперники были очень сильные, потому что возраст старший. Я как первый раз на таком серьезном старте. Они мировые звезды. Еще не дорос до их уровня. Много работать надо. Наставник ребят Сергей Мельников выступлением своих подопечных доволен. Ребята показали хорошие результаты. Для начала года были показаны очень высокие секунды, личные рекорды. Среди российских спортсменов, участвующих в этапе Кубка мира, Роман Ларин занял второе место. Среди русских спортсменов Александр Харланов – третье место. В основном на их дистанциях практически все сильнейшие спортсмены российские. Ну и иностранцы были очень сильные. Вот, например, Александр Харланов, действующий рекордсмен мира, участвовал в этих соревнованиях. Впереди зареченских пловцов ждут новые старты. Александр Харланов в ноябре отправится на чемпионат России в Казань. А Роман Ларин в декабре примет участие в первенстве России. Сергей Пруцкий, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Зареченская хоккейная команда «Союз» провела первый матч на выезде. 8 октября наши спортсмены играли с хоккеистами из Ростова на Дону. В напряженной встрече сильнее оказались хоккеисты Ростова. За три периода они отправили в наши ворота семь шайб. Зареченцы ответили только голым престижа. 7-1 победа за ростовской сборной. Сейчас проходит второй матч между командами «Союз» и «Ростов». О его результатах мы расскажем в ближайших выпусках новостей. А баскетбольный клуб «Союз» сегодня проводит домашний матч. В рамках игр одной 16-й финала Кубка России наши спортсмены встречаются с командой «МБА» из Москвы. Соперники знакомы. В прошлом сезоне игроки «Москвы» и «Заречного» боролись за выход в полуфинал чемпионата России высшей лиги. Тогда в двух из трех матчах победили баскетболисты столицы. За ходом сегодняшнего матча наблюдает наш корреспондент Светлана Демина. И мы ждем звонка в прямой эфир от нашего корреспондента. После короткой рекламы мы вновь вернемся в студию новостей «Заречного», где встретимся с нашим сегодняшним гостем Андреем Капустином, начальником медико-санитарной части номер 59. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Субтитры предоставил DimaTorzok на линзы до 15%. Подробности по телефону 68 12 12 и 60 66 22. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. 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 С 22 сентября по 20 октября 2014 года в Бензенской области под эгидой прокуратуры и правительства региона проводится областной антинаркотический месячник. Сурский край без наркотиков. Защити себя и своих близких. Не будь равнодушным. Сообщи, где распространяют и употребляют наркотики. Собираются наркоманы. Звони 523-523. Анонимность гарантируется. Новый день в телевизионном эфире ЗТВ начинается с программы «Доброе утро, Заречный». Встречайте солнце в компании веселых и общительных друзей. Смотрите нас с понедельника по субботу. И знайте, утро для вас всегда будет добрым, если вы просыпаетесь вместе с программой «Доброе утро, Заречный». Новости в эфире. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Андрей Капустин, начальник медико-санитарной части номер 59. Но прежде чем мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, мы послушаем Светлану Дзюмина, которая сообщит нам результаты только что завершившегося матча баскетбольного клуба «Союз». Светлана, алло, добрый вечер. Как закончился матч? Очередная игра в рамках Кубка России для наших баскетболистов складывалась непросто. На своей площадке «Союз» принимал команду МБА из Москвы. В первом периоде инициативу в свои руки взяли хозяева площадки. И все 10 минут «Союз» лидировал. К началу второго периода разница в счете составила 9 очков. Москвичи начали играть жестче, в результате чего сократили разрыв до одного очка. На большой перерыв команды ушли при счете 48-47 в пользу «Союза». Самый непростой выдалась третья 10-минутка. В самом начале на скамейку сели сразу три наших игрока. Они набрали по пять фолов. Москвичи же переломили ход игры в свою сторону. Третий период завершился со счетом 69-64 в пользу гостей. Всю последнюю 10-минутку зареченцы были в роли догоняющих. И не догнали совсем чуть-чуть. «Союз» уступил 5 очков. Игра завершилась со счетом 93-88 в пользу московской команды МБА. В рамках игры 1-16 финала Кубка России «Союз» еще встретится с этой командой. Но играть будут уже в Москве. Будем верить в победу «Союза» и болеть за наших. Спасибо, Светлана. Ну что ж, проиграли, уступили. Мы надеемся, что в повторном матче все-таки сложится играть чуть-чуть по-другому. Андрей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер, Станислав. Вы болельщик? Конечно. Ну, я знаю, что вы президент Федерации хоккея. Вы играете в хоккей, а за наш баскетбольный клуб переживаете? Тоже переживаю. Ну вот видите, вы же не знали результатов матча. Нет. Вот вы сейчас узнали, к сожалению, уступили они 5 очков. Ну ничего страшного, в Москве отыграется. Будем надеяться. Ну а теперь переходим все-таки к основной теме нашей сегодняшней беседы. Андрей Николаевич, что это за справки о стоимости предоставления медицинских услуг? Вы знаете, я уже столкнулся с этим, когда был в Пензе. Да, там действительно врач выдал некую справку, где было написано, сколько стоил его прием. Вот это что, для чего, в связи с чем? В соответствии с поручением президента Российской Федерации, приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования, региональным министерствам было поручено внедрить систему информирования застрахованных граждан, пациентов о стоимости полученной медицинской помощи. Ну, я думаю, это было сделано для того, чтобы наши жители понимали, что эта медицинская помощь, которая оказывается, на самом деле, она не бесплатна, и в какой-то степени осознавали, сколько денег государство вкладывает в сохранение здоровья граждан. Ну, Андрей Николаевич, я думаю, все-таки мы осознавали это, потому что все-таки все работающие люди, они платят взносы. Да, предприятие, на котором они работают, я понимаю, но все-таки все платят взносы, и все понимают, что врачи должны получать откуда-то заработную плату. Поэтому мы знали. Я согласен с вами, но в данной ситуации, скорее, в роли исполняющего приказа. Андрей Николаевич, вот это что там за сумма указана? Я не совсем понимаю. Вот есть врач-медсестра, предположим, я прихожу на прием. Мы сейчас пока не говорим о стационаре, мы говорим о поликлинической работе. Я прихожу на прием. Это стоимость чего? Это стоимость работы врача, медсестры, регистратуры, справочного бюро, заведующей поликлиникой, это что за стоимость? Это стоимость законченного случая. То есть справка выдается не во время каждого посещения, а, допустим, пациент обратился по поводу, например, РУВИ или гипертонического болезни. То есть он получил определенный курс лечения, два или три или четыре раза посетил врача, больничный закрывается, то есть случай считается законченным, и выдается справка о стоимости. Стоимость оценивается по тарифам обязательных страхований. То есть есть тариф и лечение каждого заболевания, оно там четко расписано. В него входит, естественно, зарплата врача и медикаменты, если это касается стационара, и питания пациента в стационаре, ну и прочие, так скажем, расходы, в том числе коммунальные. Андрей Николаевич, вот в стационаре вы уже начали выдавать такие справки? В стационаре уже начали, да. Вы знаете, честно говоря, меня в этой ситуации в связи с жизненным опытом, и не только моим, беспокоят следующее. Мы все знаем, что лишняя бумажка – это лишнее время. Мы знаем, что такое хождение за бумагами. То есть мы пытались, государство пыталось от этого уйти постоянно, создавая многофункциональные центры, госуслуги в электронном виде. Сейчас это стало достаточно удобно, когда можно, просто зайдя на сайт госуслуг, оформить там практически любые документы, и никуда не нужно ходить, собирать вот это бесконечное количество справок из ЖЭКа, из правкома, из завкома и так далее. Немало над этим сатирики наши в свое время посмеялись. От этого уходили, уходили, а здесь и опять бумажка. Вот меня беспокоит, как пу-пу-пу, не дай бог пациента, ну куда деваться, все мы люди, все мы человеки. Я думаю, беспокоит каждого. А не скажете ли это на времени приема? В стационаре понятно, человек пролежал, за это время была возможность приготовить эту справку, спокойно ее распечатать, подписать и выдать человеку. А в поликлинике как это будет? В поликлинике по-хорошему она должна выдаваться с помощью информационной системы. То есть в кабинете у специалистов стоит компьютер, он подключен к медицинско-информационной системе, в которой мы работаем. По идее, на сегодняшний день у нас доктора и терапевты, то есть узкие специалисты, должны не в амбулаторную карту писать, а набивать в эту систему данные о пациенте, о состоянии здоровья. И когда заканчивается случай, нужно нажать кнопку Enter, и по идее такая справка должна распечататься автоматически. Но честно скажу, в стационаре у нас на сегодняшний день эта проблема решается достаточно активно. То есть история болезни ведется сейчас в электронном виде. в большинстве отделений. Но поликлиника, тут у нас, честно скажу, это более сложный раздел работы, но я думаю, что к Новому году, то есть мы специально взяли такой вот, как бы сейчас тайм-аут, то есть именно чтобы не загружать врачей работой, а как-то максимально ускорить эту процедуру, оптимизировать. Меня это пугает. Вот вы сказали, должно быть. Мы к этому стремимся, мы к этому идем, мы надеемся. Я понимаю, что должно быть. А вот в действительности-то как будет получаться, если врач будет вручную сидеть и выписывать время приема? Там же, насколько я понимаю, время приема даже регламентировано. Время приема регламентировано, но справка на сегодняшний день, она распечатана, там достаточно только вписать стоимость услуги, все. Там больше не требуется никаких дополнительных заполнений. То есть бояться того, что это значительно увеличит время приема у врача, пока не стоит, или мы подождем и посмотрим? Я думаю, мы решим эту проблему. Андрей Николаевич, опять же, вот об этих справках. Она, да, для информирования понятно, а что потом с ней делать, зачем? Вот что я, как пациент, получу эту справку на руки, что я могу потом с ней делать? К чему-то ее приложить или где-то с чем-то сверить? Эта справка носит информационный характер, и после ее получения вы можете делать с ней все, что угодно. Да, такой всеобъемлющий ответ. Могу я где-то сверить, например? То есть я получил определенную услугу, у меня там должно быть прописано, какую услугу я получил, она должна быть расписана, там, прием терапевта, назначение лечения и так далее, насколько я понимаю, правильно? А затем я где-то смогу сверить, а правильно, вот я дотошный такой человек, въедчивый, въедливый. А все ли деньги вложили в вас? Да, а собственно говоря, вот эти деньги, действительно ли именно такие эти деньги были потрачены? Где-то я могу с этим свериться? Есть ли где-то еще стоимость оказанных услуг, где я могу сверить? Ну, это стоимость есть в страховых компаниях, с кем мы работаем, капитал страхования, максимум крупнейшие компании, информацию можно получить в территориальном фонде. Ну, у нас на сайте есть информация только о стоимости платных медицинских услуг, которые оказывают медико-санитарные части. То есть нужно обращаться, и проще всего, наверное, на фонд обратиться в пензенский, да? Ну, честно говоря, наверное, проще всего обратиться к нам, потому что у нас эта тоже информация есть, просто мы ее не размещаем вот именно на сайте у себя. А так информация в каждом отделении есть. Андрей Николаевич, на ваш взгляд, как руководитель медико-санитарной части, это нужная вещь? Как это нововведение? Или это только мешает в работе? Ну, я не могу сейчас однозначно сказать. Конечно, это дополнительная для нас нагрузка, и, в общем-то, наверное, можно было информировать каким-то другим образом. То есть мое видение в данной ситуации, может быть, можно было бы это организовать с помощью страховых компаний, которые, допустим, раз в квартал, раз в полгода или раз в год могли бы информировать такие, так скажем, письма счастья, как называют из налоговой инспекции, присылать, и в которых уже была бы распечатка об оказанных в течение года услугах и об их стоимости. То есть, наверное, это было бы, может быть, на мой взгляд, более рационально. А на ваш взгляд, как пациента? На ваш взгляд, как человека? Это вообще нужна вот эта проблема? Ну, пациенту, наверное, это интересно, насколько нужна, не нужна. Это уже мы все разные люди, с разными интересами, поэтому я не могу за всех сказать. Но ни у кого не возникало, вот на вашей практике длительной, ни у кого не возникало вопроса, а сколько на меня потрачено денег? Почему возникало? То есть вы считаете, что все-таки это в чем-то облегчит вам? Нет, участие населения, такой вопрос возникает, и, в общем-то, на него периодически отвечаю, поэтому здесь ничего такого нет. То есть, с одной стороны, это не очень удобно, но, с другой стороны, это может быть даже благо. Может быть. Андрей Николаевич, а каким-то образом человек, который получил вот эту справку, может ли посчитать? Понимаете, ведь сразу как у человека, да, так, мне врач выписал за один прием 400 рублей. Значит, вот это 400 рублей, ну, ладно, там часть медсестре пойдет, 200 рублей за прием, значит, получил врач, и того он принимает в день по 50 пациентов, ого-го, какая сумма, ого-го, какая у него зарплата. Или это не совсем так? Нет, это, конечно, не совсем так, там достаточно сложный структовый тариф, как я уже говорил, там несколько статей расходов, вот, и поэтому на зарплату она занимает примерно, наверное, боюсь соврать, но вот на зарплату врача и медсестры, ну, может быть, 60% тарифа где-то уходит на зарплату персонала. Вот, но тем не менее, посчитать по этим справкам, наверное, невозможно. Андрей Николаевич, ну что ж, как говорится, закон есть закон, его нужно выполнять. Мы законопослушные граждане. Да, мы должны все его исполнять, этот закон. Будем надеяться, что это действительно не скажется в худшую сторону на работе медико-санитарной части и все-таки принесет какую-то пользу пациентам. Спасибо, Андрей Николаевич, за участие в нашей программе и всего вам самого доброго. Спасибо вам. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи на канале Заречный. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Лови момент. Только до 20 октября. Супер цена. Окно под ключ всего 8100 рублей. Отлив, подоконник, внутренние откосы. Беспроцентная рассрочка. Честная гарантия – 5 лет. Телефон 232-232. С компанией «Ремстрой». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok